Дорогие коллеги, добрый день! Рада всех приветствовать на очень интересной дискуссии в рамках Российского национального конгресса кардиологов. Вот только сейчас заканчивается открытие конгресса, на котором ведущие ученые политики выступили, приветствовали всех нас, и не случайно наша дискуссия прямо сразу после открытия, потому что, собственно говоря, мы будем говорить о том, что составляет суть нашей специальности. Сегодня мы втроем в этом зале. Я, Концевая Анна Васильевна, замдиректора по научно-аналитической работе НМИЦ, терапии профилактической медицины и член Президиум управления нашего российского кардиологического общества. Я здесь на правах человек, который вначале работал над профстандартом, активно в этом принимал участие. Я осознанно пригласил на нашу дискуссию двух экспертов, которые в разработке стандарта активного участия не принимали. Но именно для того, чтобы наша дискуссия была такой живой, вовлеченной, и люди оценили предлагаемые изменения именно с позиции, в том числе, разных специальностей. Большим удовольствием представляю Митской Плешвили Симонатой Муразовича, замдиректора по науке клиники МГУ, и Давтяна Карапета Ваваевича, который является руководителем отдела нарушения ритма нашего центра. Уважаемые коллеги, специальность кардиологии, кто он этот кардиолог? Вот мы все привыкли к тому, что кардиолог у нас это врач, который в основном выписывает таблетки. И есть некая каста высшая интервенционных кардиологов. Это правильно или нужно что-то менять? Во-первых, уважаемые коллеги, я вас действительно всех приветствую с полей, скажем так, Российского национального конгресса кардиологов. Большое спасибо, Анна Васильевна, за приглашение. Правда, у нас есть конфликт интересов, потому что мы с Карапетом Ваваевичем, я уже не знаю, сколько лет дружим и работали, и продолжаем работать вместе. Но вопрос очень важный, потому что, к сожалению, действительно, несмотря на уже существующий новый профессиональный стандарт специальности врач-кардиолог, многие и кардиологи сами себя так ощущают, и многие видят кардиолога как врачей, которые ходят с фонидоскопом, выписывают препараты и так далее. Мне кажется, это категорически неправильно, потому что сегодняшняя кардиология, российская кардиология является частью большой мировой кардиологии, важной ее частью, несмотря на все происходящие в мире изменения, вся кардиология меняется. И, конечно, вот этот подход к кардиологу, который не может самостоятельно выполнять диагностические процедуры, или даже не в состоянии интерпретировать результаты томографии, кардиографии и так далее, не говоря уже о том, чтобы самому выполнять хотя бы инвазивные вмешательства, не говоря бы интервенционных. Потому что можно делать, скажем, коронарографию или электрофизиологическое исследование, не вмешиваясь. Вот это большой дефект, мне кажется. Еще отдельно, мы сегодня, не знаю, будем обсуждать или нет, кардиореанимация, кардиолог-реаниматолог, мне кажется, это тоже очень специфическое такое поле деятельности, поскольку вот у нас в центре великолепное отделение реанимации, интенсивной терапии, и, конечно, они удивительным способом выхаживают тяжелейших больных. Но вот как только речь идет о сирийно-сосудистых проблемах, о сирийно-недостаточности или острой сирийно-недостаточности, тут, конечно, приходят кардиологи, и мы вместе выбираем тактику лечения, что тоже не проблема, но, мне кажется, вот это третье направление, кроме интервенционных кардиологов, кардиолог-реаниматологов, то, чего нам в российской кардиологии не хватает. Кого называть или не называть элитой, пусть уж каждый решает сам, но во всем мире, в принципе, от кардиолога зависит все. Кардиолог обследует пациента, ставит диагноз, определяет тактику лечения, это кардиохирургия, протезирование клапана, аортокоронарное шунтирование, или какие-то аритмологические процедуры. И затем, в рамках того, что мы сегодня красиво называем сердечной командой, и о чем только что много говорил наш президент Евгений Владимирович Ляхто, в рамках вот этой сердечной команды принимается решение в отношении тактики лечения пациентов. В России, к сожалению, немножко по-другому, когда кардиолог как бы обследует пациента, затем кардиохирург приходит и решает, что вот этому он будет протезировать клапан или не будет, механические протезы или биологические, он будет делать АКШ или нет. Потом специалист по рентгеновоскулярной хирургии принимает решение, он будет стентировать или нет, какие стенты и сколько. Это все должно как минимум решаться вместе в рамках сердечно-сосудистой команды, которая включает в себя и специалисты по визуализации, и анестезиолога, реаниматолога и так далее. Ну или, по крайней мере, без участия кардиолога такое решение приниматься не может. И в этом смысле мне очень отрадно, потому что вот мы вместе с Карапетом Ивайовичем проработали в центре, и, собственно, так всегда и было. Но мы же говорим не про какие-то ведущие центры, мы говорим про нашу страну, и мне кажется, это серьезный пробел, который надо устранять. И вот введение обновленного профессионального стандарта специальности врач-кардиолог, мне кажется, должно очень сильно способствовать такой трансформации российской кардиологии. Время настало, вот мы сегодня слышали, что ждать больше нельзя. – Карел Ивайович, а как Вы считаете, вот должен ли кардиолог ставить оклюдеры, или где должна заканчиваться сфера возможностей врача-кардиолога без приставок и дополнений? – Ну, во-первых, я хотел тоже поприветствовать, перед тем, как вступить в полемику всех наших коллег-кардиологов, да, потому что сегодня еще и День сердца, так совпало, всех поздравить с этим великим днем. И, конечно, все эти изменения, они неминуемы. Они неминуемы, если мы даже посмотрим нашу вот эту историческую ветвь развития, давайте возьмем просто банальную почту, да, она начиналась с голубиной почты, а сегодняшний день это электронная почта, которая одним нажатием, они месяцами этот голубь долетел, не долетел, или гонец прилетел, или не прилетел. И оно обусловлено именно, мне кажется, научно-техническим прогрессом, потому что, когда знания и понимания в какой-либо стезе, они маленькие, они упираются в одного земского врача, который делает и кисеровое сечение, да, и вправляет всякие вывихи, и в одно и то же время назначает аспирин, или, там, я не знаю, какой-нибудь бета-блокатор, когда он один. А когда движение идет вперед, и на сегодняшний день мы даже, если взять сегмент терапии, да, сколько новых препаратов появилось. Ну, найти человека такого гениального, который в своей голове умещает все эти новые технологии не только в мануальных навыках, да, но и в фармакотерапии. Я считаю, что это не меньшее достоинство, да, когда есть у тебя команда, которая занимается исключительно сердечной недостаточностью, есть команда, которая занимается, там, лепидологией. Это тоже важное направление, которое на сегодняшний день существует. И вот эти почкования различных направлений, они неминуемы. Ну, нету таких гениев, которые все в себя вмещают. И, конечно же, не могу не сказать про то, о чем начал говорить Симон Таймуразович, и хочу однозначно поддержать эту идею, что в этих узких специальностях должно уйти понимание функциональной диагноста, ну, вот как специалиста. Ну, вот это я не очень понимаю, врач, который там делает, смотрит в кардиограмму и ничего не видит. Ему нужен функциональный диагност, который скажет, что он там видит. Там либо расшифровывает холтер, либо смотрит картинку ультразвука, да. Во всем мире этим занимаются технические специалисты. Они не называются функциональными диагностами. И кто, если не кардиолог, может связать вот ту картинку, которую он видит на ЭКГ, до и после лечения, с картинкой, которую он видит на ультразвуке, до и после лечения, с картинкой, которую он видит на коронарографии, до и после лечения. Поэтому эта комплексность, она должна быть. Но, тем не менее, нужно понимать разницу поликлинической службы, да, первичного звена, амбулаторного звена и уже профильного стационара и специалисты, которые в этом стационаре. Поэтому все зависит от того, про кого мы сейчас разговариваем. Если мы говорим про первичное звено, которое фильтрует и отправляет нам больных, скорее всего, то, что у нас на сегодняшний день есть, это как раз-таки вот этот специалист. А если мы говорим, что мы идем в более профильный стационар уже, да, то есть это вторичное звено, третичное звено здравоохранения, ну тогда там уже, на мой взгляд, однозначно должны быть команды людей, которые друг друга понимают, да. Я не думаю, что слово «hard team» придумано для поликлиники. Вряд ли мы там соберем «hard team», если мы даже очень-очень этого захотим. Мы в ведущих профильных клиниках не можем этот «hard team» полноценно набрать, да. Иногда там бывают какие-то дефицитные моменты. Поэтому я думаю, что это движение, оно хорошее. И нам единственное надо разграничить, чтобы не было так, что человек, который не обладает визуализацией, да, методами визуализации, он не может вести первичный прием. Его задача совершенно другая. Он не может назначить элементарные там бета-блокаторы или там противолепидемические препараты. Если мы это сделаем, мы просто задохнемся в этом потоке пациентов. Мы должны вторичному, тридичному звену оставить тех пациентов, которые на уровне первого фильтра не вылечились. А на первом фильтре должно излечиваться процентов 70-80 пациентов, на мой взгляд. Как Вы думаете, предложение Крапета Ваваича, что кардиологов должно быть двое? Один поликлинический, другой стационарный. И это несколько разные врачи по объему навыков, по компетенциям. Подраться у нас не получится, потому что я как бы... Но мне очень понятен, и я, конечно, поддерживаю этот подход Крапета Ваваича. Правда, он вступил на несколько зыбкую, если бы не сказать, скользкую почву, на которой я стою давно, я должен сказать, потому что, конечно же, если говорить про визуализирующие технологии, то кардиолог должен полноценно владеть всеми этими технологиями, не говоря об их кардиографии, но и томографическими методиками, и понимать, что у пациента на коронаграмме или по результатам ЕФИ и так далее. Тут я абсолютно согласен. Насчет двух кардиологов, я об этом, честно говоря, не думал, но мне кажется, что это очень правильно, потому что действительно процентов 70 пациентов, даже из тех, которые госпитализируются сегодня в отделении терапии или отделении кардиологии, могут быть прекрасно обследованы и пролечены в условиях первичного звена. И причем, если этот компонент будет сделан правильно, то мы как бы лишимся, в хорошем смысле слова, тяжелых осложнений, которые требуют госпитализации. Если мы правильно лечим такие вещи, такие заболевания, как артериальная гипертензия, как ишемическая болезнь сердца, как, скажем, какие-то не жизнеугрожающие аритмии в рамках первичного звена, то значит, у нас будет меньше пациентов с острым коронарным синдромом, с тяжелой сердечной недостаточностью, которая в том числе и требует интервенционного лечения и с позиции аритмологических, это имплантация различных устройств, пациенты с тяжелой степенью капла недостаточности и так далее. То есть действительно собрать сердечную команду в рамках первичного звена будет сложно, но я абсолютно с вами соглашусь, Карапетович, это и не нужно. Но у нас именно большой дефицит в первичном звене, при этом, чтобы пациенту попасть, мы же сегодня откровенно разговариваем, к кардиологу в рамках первичного звена, это надо, в общем, я не знаю, как сейчас, надо ли проходить все девять кругов ада, но это непросто. С другой стороны, нам говорят, что есть врач общей практики, что есть врач-терапевт, который, в принципе, может большинство этих вопросов закрыть. Может, но не до конца. Поэтому я бы, наверное, согласился, что должно быть два профстандарта для врача, который работает в условиях первичного звена и стационара, но тогда возникнет вопрос, а что, если врач первичного звена захочет работать в стационаре? Или наоборот, врача стационара по каким-то условиям переведут, или он сам примет решение изменить место работы, место жительства и перейдет в поликлинику. Значит ли это, что они будут неполноценными в профессиональном смысле, они должны проходить дополнительное образование? Не уверен. Поэтому, мне кажется, должно быть базовое кардиологическое образование, подготовка для всех, а затем субспециализация. Врач-кардиолог первичного звена, врач-кардиолог-стационар, врач-кардиолог-реаниматолог, врач-кардиолог инвазивный, интервенционный, кардиолог-аритмолог. Тут, опять же, много споров, поскольку у нас есть общество специалистов функциональной диагностики и большое количество наших замечательных коллег, рентгендовоскулярной хирургии, аритмологии, сердечно-сосудистой хирургии. Это все наши друзья, это наши коллеги, и мы разговариваем на одном языке, когда мы встречаемся на конгрессах. Но в реальной жизни этого не происходит. И в реальной жизни пациент, пока обойдет всех этих врачей, и они примут какое-то решение, пройдет очень много времени. А потом, сегодня, кардиология становится интегратором многих других специальностей. Половина пациентов, которые получают лечение от злокачественных новообразований, умирают от сердечно-сосудистых причин. И вот кардио-онкология, которая будет очень широко обсуждаться в рамках конгресса, это тоже сегодня отдельная клиническая дисциплина. Кто будет заниматься, кто будет с позиции кардиолога этих пациентов обследовать и принимать решение о возможности или невозможности проведения химиотерапии, или таргетной терапии, или иммунотерапии, или хирургического лечения. Это отдельная сердечная команда. Или ревматологические заболевания, заболевания соединительной ткани, которые так или иначе вовлекают сердечно-сосудистую систему в рамках системного воспаления. Очень много сопутствующих специальностей, смежных, в котором кардиология является интегрирующей, потому что эти пациенты умирают от сердечно-сосудистых причин. Те же пациенты с диабетом. Они не умирают от высокого ленинского сахара, они умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, от инфрактов, инсультов и так далее. Поэтому, мне кажется, должна быть базовая подготовка специальности врач-кардиолог, а дальше субспециализации и точно такая же, как, наверное, субспециализация в области кардиолога, который занимается визуализацией, но все кардиологи имеют базовое представление. Тоже быть кардиолог первичного звена, кардиолог стационара и так далее. Не знаю, как это сделать, но, мне кажется, это было бы правильно. Интересная позиция. Вот если вы все-таки ведущийся в стране специалист по эхокардиографии, так кто из этих кардиологов, что должен уметь делать в отношениях к кардиографии? Или как вот на Западе должен быть технишин, который делает это, а врач правильно шифрует? Если взять того же первичного звена. Я точно не ведущийся в стране специалист по эхокардиографии, и у меня огромное количество коллег, многие из которых намного лучше делают это, чем я, но дело в том, что я кардиолог, который занимается эхокардиографией, а большинство людей, которые прекрасно, я повторюсь, лучше меня делают эхокардиографию, это специалисты по ультразвуковой диагностике, функциональной, хотя, опять же, есть люди, которые, как я, имеют кардиологическое базовое образование, и затем изучали визуализацию. Мне кажется, что кардиолог, как было написано в первой версии стандарта, по крайней мере, эхокардиографией должен владеть в совершенстве. Такой стандартной двухмерной эхокардиографии. Мы не говорим про 3D, по стрессу, про пищеводное эхо, про вот эти новые технологии, которые пока имеют больше научные применения, чем какое-то клиническое. Но знать эхокардиографию в совершенстве, мне кажется, должен любой кардиолог, потому что если он сидит в поликлинике, кардиолог первичного звена, ему принесли заключения эхокардиографии, выполненные в поликлинике, он же должен понять, что это значит. Сегодня мы говорим, что сиречная недостаточность сохраненной или сохраненной фракции выброса. Многие обрадовались, поскольку у нас есть препараты, которые теперь действуют, независимо от фракции выброса, то ее можно не измерять. Нет, конечно. Но он должен же понимать, что значит вторая степень нейтральной регургитации, что такое диастолическая дисфункция, при какой степени ортального стеноза надо пациента уже консультировать или обсуждать хирургическое или транскатетерное вмешательство. А если он не будет обладать этими знаниями, хотя бы в эхокардиографии, то ничего не получится. Или гипертрофия миокарда. Часто, да, но у пациента нет артериальной гипертензии. Отправлять на генетику, потому что это болезнь Фабри, или искать какие-то другие болезни накопления, или это скрытая артериальная гипертензия, или, может быть, это ошибка эхокардиографии. Только я, как кардиолог, могу сказать, что у пациента нет никаких поводов для гипертрофии. Пересмотрите, пожалуйста. И часто их пересматривают, и оказывается, что эти 2 мм толщины МЖП или задней стенки, их не было. Но кардиолог должен это знать. И только он может интегрировать всю полноту информации, которая у него есть. Вот разных методов. ЭКГ, холтер, стресс-тесты, ангиография, какая-то визуализирующая технология. И он должен давать эти заключения. Да, у нас в поликлинике редко выполняют МСКТ коронарных артерий, или контрастную МРТ сердца, или, там, страшные слова, позитронно-эмиссионную томографию. Но мы к этому идем. И мы к этому придем, если кардиолог в первичном звене, и в чем, мне кажется, мы согласны, не сможет определить причину гипертрофии миокарда левого желудочка, или тяжесть метральной регургитации, чтобы решить, что делать с пациентом. Это будет серьезной проблемой. Поэтому эхокардиография для всех полностью. Ну а дальше, кто хочет заниматься томографией, занимайся томографией. Чем-то еще дальше уже можно смотреть. Ну, по крайней мере, ультразвук. Не потому, что я его люблю, а потому, что так же, как мы сегодня не можем без фонендоскопа и ЭКГ, так же сегодня мы не представляем лечение кардиологического пациента без внимательного изучения и использования результата в эхокардиографии. И заключение, которое приходит от врача, оно часто, в общем, нерелевантно в отношении каждого конкретного пациента. И мне кажется, вот в данном случае эхокардиография для всех, а остальное, в общем, пусть учатся, если хотят. Им поставили томограф в поликлинику, пусть изучают компьютерную томографию. Магнитно-резонансное пусть изучают и так далее. И это одна часть. И вторая часть, я могу точно абсолютно сказать, кардиолог, который понимает визуализацию, совсем по-другому понимает состояние пациента и определяет тактику его лечения. Это то, в чем я абсолютно уверен. И даже с позиции лучшего лечения, а не просто каких-то записей в трудовой книжке или в сертификате, мне кажется, это тоже очень-очень важно. Спасибо, Симон Томрозович. Крапит Вавальевич, а где проходит граница в вашей специальности аритмологии врача-кардиолога и уже где начинаются специализированные функции интервенциониста? Что должен уметь кардиолог? Ну, во-первых, я честно скажу, вот эту грань жесткую мне провести лично, мне провести очень сложно. Мне кажется, кардиологу это проще провести, да, потому что этот переход, он был достаточно плавный. Начнем с того, что я начала вообще с сердечно-сосудистой хирургии, хотя, ну, сказать честно, я себя не очень хирургом считаю. Мы, конечно, делаем какие-то интервенции, но они не настолько большие, чтобы говорить, что это прямо вот хирургическая направленность. И где эта грань? Ну, честно, хотелось бы, как Симон Томрозович говорит про ультразвук, ровно так же стереть грани в понимании электрофизиологии, насколько это возможно, да, потому что, когда люди разговаривают с тобой на одном языке, это гораздо проще. Вот сегодня вот с утра у нас была секция, и речь шла о желудочковых аритмиях, например, должен ли кардиолог обладать тактикой, значит, топической диагностики. По сути-то кардиологу глобально не важно, ему важен функционал, препарат не меняется, но я с этим не согласен, я с этим категорически не согласен, потому что топическая диагностика этому кардиологу дает возможность в том числе выборе препарата. Если это, например, это аритмия завыводного отдела, где нету кардиомиоцитов и, соответственно, нету кровообращения, подобрать туда препарат очень сложно. Да, фиброзную ткань практически кровь не подтекает. И, соответственно, здесь можно понять, что либо ты назначаешь токсическую дозу препарата, либо ты его вовсе не назначаешь, потому что лечить бестолково. А другое дело, он находится в толще миокарда. Вот на этом уровне он должен это понимать. Либо кардиолог, который пациента отправляет на лечение, катетерное лечение фибрилляции при терзии, он должен с ним разговаривать, что это многоэтапный подход. Тогда мы с ним начнем разговаривать на одном языке. Поэтому мне сложно прямо взять ручку и бумажку чистую, провести такую демаркационную линию, сказать, что вот здесь играются кардиологи, а здесь играются электрофизиологи. Это не совсем так. Это нужно, чтобы несколько друг друга люди понимали, и не было бы той пропасти, которая разделяет различные специальности. Пусть это будут наши друзья-реаниматологи, кардиореаниматологи, пусть это будет эндоваскулярная служба, пусть это будут электрофизиологи. И если мы сможем какой-то вот такой принцип образования сделать, чтобы наши специалисты в ходе своего обучения в ординатуре, да, будь то в интернатуре, проходили вот все эти подразделения, тогда у нас будет идеальный кардиолог. Но вот здесь один единственный вопрос, сможем ли мы такую армию специалистов вырастить, да, людей, которые обладают пониманиями гемодинамики. Ультразвук это же не простая вещь, это не просто ты датчик приложил и посмотрел, да, мы же понимаем, что это многокомпонентная структура. Если тебе пишут там СДЛА под 70 и пишут микроскопические размеры правых камер, то уже сразу у тебя в голове возникает диссонанс, да, и много-много таких вещей пишут, метральная рекорд китация 3-4, мы же зачастую это видим даже от наших коллег функциональных диагностов и пишут там 3 см ПЗР левого предсердия. У тебя в голове начинает все крушиться, все то, что ты изучал, все то, что ты гемодинамически себе представлял. И вот что делать, вот как нам сделать, вот наверное нам надо подумать над тем, как нам унифицировать все это делать, чтобы не было, эхо же это достаточно субъективный метод диагностики, да, это... Не совсем, в зависимости от того, кто делает. Ну, это и есть субъективизм, в зависимости от того, кто это делает, это и есть основной субъективизм, потому что один человек смотрит гемодинамически, это представляет, он сам себе говорит, я не верю своим глазам, как здесь может быть перегородка там под 2 см, тут никаких предикторов к этому нету, да, при этом там нету никакой там диастолической дисфункции, так же не бывает, да. А другой там, ну, написал, отмахнул там, ну, 2 см, я увидел там в какой-то проекте, косо срезал, прямо срезал, это же мы знаем, из-за чего это бывают, эти вещи. Поэтому тут очень сложный вопрос, на который, честно сказать, у меня нет ответа, как сделать этого идеального кардиолога. Может быть, тот прототип, который имеется у наших европейских коллег, он более-менее близок к идеальному, да, потому что у них нету деления вот этого амбулаторного и стационарного, эти люди, которые в течение всего дня принимают этих людей на потоке в амбулатории, они там в день, по часу, по два занимаются стационаром. Может быть, это и есть идеальная модель, чтобы не было вот этой, вот ты здесь играешься, а я там играюся, а то, что я говорил, может быть, да, я сам себе, может быть, сейчас противоречу, мы же сидим, обсуждаем, в голове мысли двигаются, может быть, то сегмент, о котором я говорил, это должен функцию выполнять семейный врач, но опять же вопрос, какой же должен быть гениальный семейный врач, который лечит гипертонию, сахарный диабет, да, ревматические какие-то там системные заболевания, это сложная структура, поэтому, скорее всего, если мы наладим хорошую маршрутизацию, например, пациент первичный непонятный, да, там гипертония, одним препаратом не лечится, но это я так же строгирую со стороны семейного врача, он направляет его к кардиологу. Кардиолог делает окончательную диагностику, дает какое-то направление, веха движения этого пациента, и он возвращается к семейному врачу. Может быть, такая версия, как вы смотрите на него? Ну, я бы долго отвечал, просто я должен буду вас покинуть из-за совещания, чтобы не было удивительно, что я вдруг исчезну из кадра, но это тоже очень важно, потому что есть европейская школа кардиологии, не школа, а подход к специальности кардиологии, есть, скажем, американская, где все построено совсем по-другому, есть разные, я, наверное, соглашусь с Карапетом Ивайчем, что все-таки вот европейский вот этот курикулум специальности кардиология, он правильный, а вот все то, о чем даже я говорил, это, наверное, частности. Ну, глобальная подготовка должна быть, конечно, общая, а потом кардиолог выбирает, и действительно, вы сказали, что он сначала в поликлинике, потом в стационаре, а Синадо он потом в кардиореанимации, то есть это специалист, который в принципе знает все, но если мы говорим про два, или даже, если мы представим, три года ординатуры в кардиологии, невозможно всю кардиологию выучить за три года, мы знаем, что мы учимся, и до сих пор мы учимся каждый день, и так далее, и так далее. Главное, какая, да, какая будет базовая подготовка, мне кажется, это абсолютно принципиально. Уважаемые коллеги, я вернусь как раз к обоснованию, почему мы сегодня собрались. Первый вариант стандарта кардиологов был утвержден в 2018 году, и, собственно говоря, он до сих пор и действует. И большие усилия со стороны российского кардиологического общества как раз принимаются по его пересмотру, по актуализации этой специальности. Под руководством Евгения Владимировича Шлихто проходит большая работа по обновлению этого стандарта. Светлана Владимировна Веливальде, Александра Олеговна Конради, большая группа ведущих специалистов РКО активно занимается переработкой именно эти. И в настоящее время готов тот вариант профессионального стандарта, который, мы надеемся, уже станет основой деятельности кардиолога завтрашнего дня. Но вот мы начали, Крапитовович, обсуждать тему образования перед уходом Симона Таймуразовича. А сколько лет должен учиться такой кардиолог? Да. Достаточно такой, как сказал Симон Таймуразович, достаточно скользкий вопрос, потому что любой специалист, неважно, кто он и как он, если этот специалист работает с высшим образованием, я думаю, он должен учиться всю жизнь. Абсолютно. Вопрос, наверное, касается, с какого периода он может быть сертифицированным врачом, имеющим доступ к пациенту. Могу сказать, из того опыта, который я обладаю в плане вот этих молодых кадров, да, ну вот даже через два, через три года эти люди боятся один на один оказаться с пациентом. И лишь только те люди, которые остаются еще и в аспирантуре, то есть это, по сути, получается приблизительно пять лет. У них появляется некая уверенность. Почва становится более плотной под ногами, и у них исчезает вот этот страх встречи с пациентом один на один, ведь мы сейчас живем в достаточно таком зыбком мире. Одно движение, неловкое движение, и больной бежит не к соседнему врачу, а бежит к следователю, что мне не то полечили, не то поймали. Поэтому я думаю, что, конечно, у каждого человека есть некая своя кривая обучаемости. И если есть спокойствие и полное душевное осознавание, что ты через три года можешь один на один сделать так, чтобы тебя, грубо выражаясь, не пострадал пациент, и более того, так скажем, тебя не посадили за то, что ты сделал, может быть, ты через три года и можешь быть готов. Реально это же так. Мы знаем, что одни люди более активнее, шустрее продвигаются вперед, другим людям это нужно более долгий процесс. Но вот мы все говорим о персонализированной медицине, но я не знаю, что такое персонализированное обучение. Поэтому этот сегмент, он должен оставаться на усмотрении конкретного индивидуума. Минимальный тот срок, когда человек успевает хотя бы ознакомиться со всеми стыдями той или иной науки, он с каждым годом все становится больше. Если мы не делим эту специальность, он реально становится больше, потому что информации становится много. Когда вот я приходил в ординатуру, да, вот это было уже, боюсь даже сказать, практически четверть века тому назад, там не было столько направлений. Ну реально не было. Отдельно липидология, откуда она, она откуда-то из-под земли нарисовалась. Отдельно не было людей, которые специфически занимаются ХСН. Да, были там эксперты в том направлении, в этом направлении, но вот отдельных курсов обучающих лечению ХСН, отдельных курсов вот этих. Мы как ординаторы проходили стандартный путь, нам чуть-чуть про это рассказывали. А сейчас это невозможно так одним словом сказать. Сейчас оно стало настолько звездочным и многогранным, что, чтобы он почувствовал этот специалист спокойным себя, например, в лечении той же самой гипертонической болезни, он должен знать все на сегодняшний день существующие препараты. Понимаете? Поэтому чем больше мы будем иметь знаний, инструментов, чем больше будет развиваться любая из специальностей, пусть это будет не кардиология, что хотите, хоть там, я не знаю, астрология. И, соответственно, тем больше времени нужно будет для того, чтобы человек стал экспертом, хотя бы тем экспертом, который не будет бояться встречи с пациентом. Поэтому у нас выхода два в этой ситуации. Либо мы дальше дробим любое из направлений, в частности, мы сегодня говорим о кардиологии, то есть мы, как сказал Симон Таймуразович, получаем базовое образование, а потом двигаемся в различные коридоры. Тогда, да, я думаю, что если мы два года будем в базовом образовании и один год в специфическом, тогда мы, может быть, более-менее, так скажем, твердо будем себя чувствовать на почве. Но это опять-таки, на мой взгляд, эти профстандарты сложно будет включить. И, честно, я даже не завидую тем людям, которые занимаются вот этими профстандартами. Что бы они ни сделали, для кого-то они будут плохими. Ну, здесь действительно очень сложный вопрос, потому что запрос стандартом должен следовать образовательный стандарт. И в рамках дискуссий с Министерством здравоохранения и прочее возникают, конечно, вопросы. Потому что любое увеличение продолжительности учебы, оно требует ресурсов. Требует ресурсов человеческих, финансовых и так далее. И это и организационных, то есть людей, которые могут научить тем же основам ультразвука большое количество вновь обучаемых в ординатории кардиологов и так далее. Более того, в рамках обсуждения, конечно же, изменения специальности шли дискуссии о том, что если что-то добавляется в перечень компетенций, то прибор, ультразвук тоже, должен появиться в кабинете каждого врача-кардиолога, например. И так далее. То есть это тоже большое ресурсное обеспечение. Еще один вопрос. А что делать с теми, кто учился раньше, и насколько они будут готовы, например, воспринять новые методы? Вот как вы считаете? Ну, опять же, опираясь на то, что есть у коллег, не у нас, да, на самом деле культивировать те же самые приборы смысла никакого нету, да. Почему? Потому что все равно некий поток пациентов, например, там, условно, там, если они проходят сегодня, там, 500 пациентов вместе через эту клинику, те же самые 500 будут проходить, только специалист не будет фиксирован в одной точке сидеть, он будет периодически с ним заходить на ультразвуков и ходить, и это на уровне элементарной регистратуры вполне реально организовать. То есть тут требуется организационный ресурс, а не финансовый, да. Если тебе, твоему стационару, хватает, там, двух ультразвуковых аппаратов, он и дальше будет хватать. Просто специалисты будут разные там находиться. И более того, это неизвестно, это экономический ущерб или прибыль, потому что у тебя как минимум на одну-две ставки уменьшится количество людей. Да, должен быть экспертный специалист, который делает УЗИ в каждом стационаре, может быть, даже не в каждом, куда ты можешь обратиться в каких-то таких сложных ситуациях, когда у тебя там есть реально проблемы. Ну вот рутинно взять датчик, то, что, говорит Симон, ты ему раз померить какие-то размеры, давление. Но я думаю, что это такая вот рутинная работа, которая даже эксперту по ультразвуку, она зачастую не интересна. Он хочет что-нибудь сложное, какие-то там непонятные врожденные пороки и так далее. Он хочет, чтобы в этом все происходило. Поэтому мне кажется, что с ресурсами тут проблем никаких не должно быть. А что касается наших коллег, которые, да и, впрочем, и меня в том числе, которые мы получали свое образование в те года, когда не было все это, я думаю, что для всех людей найдется их ниша. Опять же, обладая гигантским опытом, как минимум в спектре образования ты точно пригодишься. В спектре профессионального консультирования ты точно пригодишься. И горевать о том, что мы сегодня меняем структуру врача, об этом не стоит. Надо просто задуматься, что завтра этот врач будет лечить тебя. И надо его сделать таким человеком, которого ты бы допустил бы к своему дорогому телу. Тогда будет все очень банально, понятно, что ты хочешь видеть человека таким или вот таким. Я думаю, что именно это понимание, это осознавание даст возможность уже состоявшимся специалистам достаточно легко пережить вот эти изменения в жизни. А они, прогресс он всегда должен быть. Проблема отцов и детей существовала с давних времен. И, естественно, никто не понимает детей и никто не понимает отцов. И пугаться этого и не двигаться вперед, мне кажется, безумием. Совершенно согласна. Видите, вы, Крапитович, уже предложили схему организационную Минздраву. И, по крайней мере, одно из опасений его действительно можно снять по поводу приборов в каждой кабинете. Действительно, в этом нет необходимости, если правильно организовать процесс использования имеющихся в стационаре ресурсов. Крапитович, у вас что-то вот есть? Какой-то вопрос или тема? А то я все веду, веду. Может быть, вы что-то хотели сказать? Не, на самом деле я... За пределами изготовленных вопросов. Вот тот вопрос, который задаюсь все-таки к людям, которые занимаются этими профстандартами, какую модель они бы хотели бы видеть. Потому что, видите, мы даже во входе дискуссии рассмотрели там две-три разные модели этих специалистов, которые мы можем иметь. Вот все-таки модель, когда амбулатория отдельно, стационар отдельно. Вот это приемлемая модель? Или все-таки более приемлемая модель, что это один и тот же человек, который занимается и там, и там? Вы прекрасно знаете, что мы там, при этом в нашем заведении, учреждении, мы это сделали именно так. У меня все врачи стационара, они одновременно являются врачами амбулатории. У меня на приеме, на первичном консультировании не сидят какие-то сверхъестественные люди. Это сидят те же люди, которые потом ведут этих пациентов в стационаре, те же люди, которые потом дальше их и оперируют. Поэтому вот эта модель лучше? Или все-таки сделать какую-то грань, сказать, нет, вот до сих пор играются эти люди, а там другие? Вопрос. Очень хороший. Вопрос. Ну, понятно, что тема содержания специальности кардиологии и развития ее в перспективе с учетом всех происходящих процессов и цифровизации здравоохранения, и действительно накопление большого объема новых знаний, навыков, компетенций, возможностей современной медицины, она, наверное, неисчерпаема. Но, тем не менее, запланированный объем вопросов мы обсудили. Я уверена, что это, естественно, многоэтапный процесс и профстандарт, я надеюсь, та версия, которая будет принята, она, тем не менее, будет все равно неким шагом в будущее, и дальше специальность будет развиваться, и дальше документы регламентирующие будут меняться в соответствии с требованиями времени и достижениями современной медицины. Поэтому мне хотелось бы поблагодарить Крапитоваевича за дискуссию с Имуна Теймразовича, поскольку мы действительно в таком неформальном варианте затронули ряд вопросов содержания специальности и содержания профстандарта кардиолога. Хотя, конечно, дискуссия, безусловно, неисчерпаема. На самом деле, конечно, хотелось бы иметь то, что я себе представляю. Может быть, нужно создать некий портал, некую базу, где будет возможность анализировать еще мнение коллег. Я, конечно, эту дискуссию представлял более живым в какой-то аудитории, где будут вопросы, которые явно нас натолкнут на правильное решение. Одно дело там вдвоем, втроем, а другое дело, когда есть очень много разных специалистов, которые работают в разных звеньях здравоохранения. И наверняка у них в голове есть некие вопросы, о которых мы даже не догадываемся сегодня с вами. И, конечно, я бы очень попросил бы, если это реально, людей, которые занимаются разработкой и созданием этого, как-нибудь сделать более массовые обсуждения этого направления. И я думаю, что это в этом зародится та истина, которой мы пытаемся добиться. И, может быть, тогда этот профстандарт будет устраивать всех, начиная от человека, который работает в ФАПе, и заканчивая человеком, который работает в Федеральном научно-медицинском исследовательском центре. Поэтому это вот единственное предложение, которое у меня зародилось в ходе всей этой нашей дискуссии. Ну, чтобы все устраивало, это редко бывает в нашей жизни. Но, тем не менее, работа над профстандартом, она в обязательном порядке включает этап широкой рассылки документов по экспертному сообществу и получения замечаний. Более того, когда профстандарт проходит через Национальную медицинскую палату, это обязательный этап, когда собираются замечания ведущих профильных учреждений, экспертов, главных нештатных специалистов, и они обязательно аккумулируются в итоговый документ. Но это в основном происходит действительно в письменном виде. Здесь я с вами соглашусь, что, возможно, широкое устное обсуждение, когда соединяются интеллекты разных специальностей, могло бы тоже добавить к данной дискуссии и к содержанию профстандарта. Тот спектр людей, которые вы перечислили, у меня есть вот это опасное опасение. Тот спектр людей, с которыми это обсуждается, эксперты, экспертные группы, это все те люди, которые вообще, скорее всего, не представляют, что происходит в ФАПах. Ну, например. И тем более в поликлиническом звене. Какие у них есть проблемы, насколько они могут подтянуться за этими стандартами. Именно вот этот нюанс все-таки насталкивает на мысль, что все-таки лучше послушать их тоже. Пусть будут глупые замечания, пусть потом эта группа экспертов отфильтрует все, что рациональное и нерациональное. Но, тем не менее, послушать вот первичку, мне кажется, стоит в этой ситуации. Ну, это такое мое частное мнение. Наши эксперты могут не согласиться с ним. Ну, национальные исследовательские центры, у них есть функция мониторинга работы первичного звена, и как бы эксперты регулярно обычно выезжают и смотрят, как оно там на земле, без этого, как координировать, например, терапию, как наш центр. Или кардиологию, как два ведущих кардиологических центра это делают. То есть они как бы туда ездят в обязательном порядке и мониторируют ситуацию, и какие-то проблемы реальные с земли они видят. Но, да, вот этот вариант обсуждения с людьми, которым работать по этому стандарту, где-то в непростых условиях, он действительно имеет место быть и весьма вероятно будет полезен. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за внимание, за дискуссию. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. Еще раз всех с мирным днем сердца и всем здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова